Отказаться от мучного, жирного и сладкого хотя бы сегодня, в День Здорового Питания, призывают сторонники врачи и диетологи. Однако споры о том, что именно полезно, а что вредно кипят постоянно. И набор так называемых правильных продуктов часто меняется. О последних выводах ученых Юлия Нищенко. Уровень холестерина в крови у Александра зашкаливает и превышает норму в три раза. Именно поэтому он срочно приехал на процедуру очистки крови от избыточного жира. Проблемы начались лет с 25 в какой-то легкой форме. И к 30 годам переросло уже в операции то, что шунты поменяли, пластикометральным клапаном сделали. Избыток жирной пищи, курение и нарушение обмена веществ стали причиной инфаркта в таком раннем возрасте. О том, что холестерин враг номер один для наших сосудов, сегодня знает и школьник. Поэтому статья, которая недавно появилась в британской газете Guardian, произвела эффект разорвавшейся бомбы среди людей, интересующихся здоровым питанием. Автор поставил под сомнение пользу безхолестериновой диеты. Уже почти 30 лет мы боимся насыщенных жиров. Но употребление жира не приводит к ожирению и болезням сердца. Во всем виноват сахар. Он враг номер один. Ученые уверяют, продукты, которые мы считаем полезными, сухие завтраки, свежевыжатые соки, обезжиренные йогурты, содержат огромное количество сладкого яда. В среднем современный человек потребляет около 150 граммов сахара, что равняется 22 чайным ложкам. В это сложно поверить. Но давайте посчитаем. Например, йогурт, кисло-сладкий соус к обеденному гарниру и свежевыжатый сок. И тогда все сходится. Ведь в каждом из этих блюд содержится почти суточная норма сахара. Вот так незаметно мы поглощаем слишком много легких углеводов. Они провоцируют усиленную выработку инсулина, который подает сигнал особым клеткам забирать из крови лишнюю глюкозу и перерабатывать ее в новую жировую ткань. Отсюда избыточный вес и диабет. Большой выброс инсулина, например, в ответ на прием вот такой пищи, который полностью нарушает метаболизм привычный. И запускается, вероятно, некий каскад химических реакций, которые приводят к тому, что мы не совсем адекватно усваиваем те продукты, которые мы употребляем. Однако это не значит, что теперь мы должны налегать на мясо, сало и жирную сметану. И несмотря на то, что автор скандальной статьи реабилитирует холестерин, российские кардиологи не торопятся с выводами. И напоминают, что именно он является одной из причин заболеваний сердца и сосудов. Роль холестерина, она остается ведущей все-таки. И нельзя как бы не изводить его до нуля. Он просто является ведущим компонентом развития атеросклеротического процесса. И как бы по цепочке дальше развитие всех сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время диетологи во всем мире призывают не изобретать диеты, а питаться сбалансированно. Но израильские специалисты пошли дальше. Они уверены, универсального питания для всех не существует. Новые исследования показали. Огромную роль в процессе обмена веществ играют кишечные бактерии. А их набор, как известно, у каждого индивидуален. Почти как отпечатки пальцев. Это объясняет тот факт, что один человек спокойно может без вреда для талии съесть торт, а другому достаточно одной конфеты, чтобы набрать лишний вес. Последние несколько лет мы изучали влияние бактерий, которые живут в нас. И мы нашли взаимосвязь между здоровьем и болезнью. Это сложная система, связанная с их геномом. Именно от этого зависит реакция нашего организма на различные продукты. Ученые исследовали более тысячи человек. Каждый день специальный сенсор передавал информацию об их состоянии. На основании этих данных специалисты разработали алгоритм, с учетом которого можно предсказать ту или иную реакцию человека на разные продукты. Сегодня клинические исследования продолжаются. В будущем специалисты планируют создать компьютерную программу, благодаря которой каждый из нас может подобрать свой идеальный рацион. И тогда здоровая диета будет у всех, но у каждого своя. Юлия Онищенко, Марьяна Соболева, Денис Овчаров, Станислав Павлинич, Первый канал.